книга открытым оком тема царство небес рай вопрос 1081 том 3 первое послание коринфянам 7 глава с 29 по 30 стихи я вам сказываю братья время уже коротко так что имеющие жен должны быть как не имеющие и плачущие как не плачущие и радующиеся как не радующиеся и покупающие как не приобретающие получается что не плачущие получают награду больше чем плачущие а должно быть наоборот потому что написано блаженный плачущие отвечает игнать тихонич лапкин здесь говорится о том что все в мире временное и ни к чему не нужно привязываться о чем-то жалеть скорбеть о потере есть люди у которых практически ничего нет ни семьи не близких людей не имущество они заранее сами лишили себя всего и поэтому никакие притрубации в мире их не волную для нищего падения курса доллара или дефолт что значит поэтому нужно подражать тем которые не печалятся ни о чем они даются как образец и ублажаются не просто плачущие но плачущие о грехах своих и об отступничестве всего мира что огорчаем столь любящего бога блаженный плачущие о том что все что все наверно еще не достигли совершенства и многих добродетели что все еще не смирили свою плоть со страстями и похотями праведники плачут за проявление своего гнева крепкий богаты монах афродисий ударил за упрямившегося лошака а тот и копыта отбросил и он тридцать лет плакал так что мешал братьям забыться в коротком сне мария племянница авраамио такими воплями оглашала окрестности что в житии сказано что наше покаяние по сравнению с ее покаянием есть только те апостол павел скорбел и плакал о каждом отступнике книга деяний 20 глава 19 стих работая господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами среди искушений приключавшихся мне по зла умышлениям иудеев 2 коринфянам 2 глава 4 стих от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того чтобы огорчить вас но чтобы вы познали любовь какую я в избытке имею к вам филиппийцам послание апостола павла 3 глава 18 стих ибо многие о которых я часто говорил вам а теперь даже со слезами говорю поступают как враги креста христова слезы это есть та роса и тот дождь который дает рост евангельскому семени это слезы любви евангелие от иоанна 11 глава 35 36 стихи и иисус прослезился тогда иудеи говорили смотри как он любил его слово слезы встречается в библии 55 раз вся эта статистика всегда дается по полной синодальной библии с неканоническими книгами слово плачь встречается 194 раза и слово плакать 169 и того 398 раз не учитывая слов рыдать прочитать и других слов говорящих об истечении влаги из глаз и всегда в библии бог учитывает эти слезы солом 55 9 у тебя исчислены мои скитания положить слезы мою сосуд у тебя не в книге ли они твоей просите у бога слез это особый дар есть святые которые так и остались в истории известными как великие плакать плакать плакальщики феофил плачливый которому ангел показал сосуд с его слезами слезы ценили даже тираны вспомните фильм камагридеши как нейрон выдавливая слезу специальный сосуд приговаривая это за петроне пророки показывая скорбь приписывать слезы даже горам и неодушевленным предметом бог не стыдится приписывать слезы даже себе когда говорит о скорби и под а когда говорит о скорби о падшем израиле евангелие от луки 19 глава 41 стих и когда приблизился к городу то смотря на него заплакал а не он